Привет всем, снова с вами Сахалинец Наступила осень, в платнике начали запускать форель И я надеюсь, что следующее видео будет непосредственно с рыбалки Ну а пока анбосит очередной посылки от компании Spinning Line Здесь даже два заказа, чтобы не растягивать количество обзоров с колес Но начнем, пожалуй, с самого габаритного предмета в данной посылочке Это кепка Думаю, многие уже привыкли, что я нахожусь обычно в головном уборе Дело в том, что ни мой дед, ни мой отец, ни я сам особо к вчерявости не отличаемся Поэтому лысинку приходится закрывать и от холода, и от жары Кстати, о жаре Один раз я одевал кепку из сетки И получился вот такой вот забавный узор на моей лысине Честно говоря, было не очень прикольно При выборе, кстати, это баф, я обращал внимание на две вещи Но, как я уже сказал, то, что сетка не подходит, поэтому задник должен быть просто-напросто тканевый Ну и, конечно же, как головной убор сидит непосредственно на башке Вот, показал жене, показал дочери, они сказали, что вроде прикольно Так что в следующем сезоне буду рассекать вот в новеньком бафе Это позиция номер раз из моего заказа Ну а дальше перейдем и посмотрим поближе и поподробнее приманки для арийной ловли Поехали! И воблер номер раз Это компания Valcain, так называемый High Tram Не знаю, как правильно читать, но многие говорят, что это Hydram Hydram S Выпускается он в двух размерах Это большой, как у меня, и маленький Hydram с приставкой Nano И в двух степенях плавающий То есть плавающий и, как у меня, тонущий Данная моделька имеет длину 70 мм Весит 4 грамма и оснащен безбородыми, одинарными крючками номер 5 Системы дальнего заброса нету, есть погремушечка Сегментированное тело, старшая моделька состоит из 4 сегментов Маленькая из 3, если не ошибаюсь Вот при проводке он вот так идет Кстати, несмотря на то, что 70 мм Судя по японским роликам, форель его даже на 300 граммов зажевывает только так То есть атакует, так что наши килограммовые полутора и даже двух килограммовые форели на наших платниках Думаю, то что позарится Отличная расцветка, кстати, расцветка лимитированная Это сделано специально для России Рассказывать особо нечего, Hydram есть Hydram Такая вот змеюка Следующий воблерок от компании Lucky John Это Hyratini Но не просто Hyratini, а с приставкой ATG ATG переводится как Area Trout Game То есть серия сделана, точнее не сделана, а тюнингована под именно ловлю форельки Версия плавающая 33 мм, 4 грамма Заглубляется до 0,4 метра Но где-то пишут то, что около метра Я думаю, Hyratini многим знакомы уже У меня тоже был такой воблерок Дизайн у него японский Вот такие вот обалденные здоровющие глаза Но ATG не просто это расцветка И оснащение, разумеется, одинарниками Кстати, здесь крюки стоят очень мощные Так что засандалить такие форелевую губу Думаю, сходов не должно быть Дело в том, что здесь убрали систему дальнего заброса Но типа, наверное, платники они небольшие Так что бросать далеко не надо Есть погремушечка Ну и взял себе глубоководную версию То есть вот с такой большой лопаткой Расцветку специально подбирал оранжевую Потому как на чистых прудах, где я обычно ловлю Оранжевый цвет, как мне кажется, в приоритете Вот там интересно жрет И посмотрите на оригинальное расположение крепежа заднего крючка Он находится не в нижней части А вверху, так сказать, попки Так что перехлёста крючков Частая болезнь для кренков Здесь вроде бы как не должна случаться Вот такой вот АТГ Хайротини от Лаки Джон Ну, ещё добавил себе бонусом вот такие вот вольфрамовые головки Это для того, чтобы оснащать ими крючки для форелевой резины Взял диаметром от 2,8 до 3,5 граммов Это в разрисовке где-то будет 3-3,5 грамма Розовенький шартре, самые популярные цвета, на мой взгляд Ну и диско-шар золотистый Хотя, знаете, вот некоторые форелятники говорят то, что вроде бы как Цвет головки не так важен, но на него не обращают внимания Хотя, ну, с другой стороны, хочется что-то повеселее, поярче, покрасивее Простые, обыкновенные вольфрамовые шарики А вот эта уже вещь не такая простая Мастик Траут Плэт Это так называемый стик, палочка Честно говоря, не понимаю, за что такие деньги берут Это обыкновенная железячка с двумя дырочками на концах И с крючком Кстати, крюк здесь ванфук Есть вариант с безбородом, есть с бородатым крючком То есть, вот такая плашка Бывает в двух, по-моему, толщинах И разного веса Моя, сейчас, секундочку Моя 2,7 грамма И шириной, или толщиной 5 миллиметров Вот Ну, что самое оригинальное, честно говоря Я заколебался подбирать себе цвет В палитре их, я не знаю, десятки, если не сотни Огромное просто количество Выбирайте, какие тебе нравятся Двухцветные, одноцветные, разноцветные Темные, блеклые Я вот взял себе что-то желтое Переходящее через оранжевое в малиновое И с некими крапинками Проводка, как я понимаю, у нее такая равномерная Кстати, очень популярная тема в последнее время В интернете можно найти достаточно много роликов Не скажу, что у меня есть большая вера В эту приманку Но, как бы, интересно поймать на что-то новенькое Так что взял на всякий случай Еще раз напомню, что это My Stick Вот такая вот оригинальная форелевая приманка Ну и еще две блесенки Это уже классика, колебалка Компания Mucay называется Looper Дело в том, что один раз мы с моим приятелем ловили И достаточно безуспешно Пока не подошел один из наших знакомых И не сказал Ребята, в данном месте и в данный момент Клюет именно на колебло Маленькое и беленькое Действительно, начали забрасывать Получать, начали поклевки Так что, на всякий случай Увидев данную блесенку Решил себе взять Ай! Сразу две Мука и фирма достаточно известная Приманки у нее вроде бы как рабочие А тут стоимость за одну блесенку По-моему, около полутора сотен Что ли Так что, думаю, возьму сразу две Вес у них 1,7 грамма То есть легенькие такие Беженькая и беленькая С наплывами Крючки Как всегда Безбородые И еще самое оригинальное За эту цену мы получаем Made in Japan То есть Грех было пропустить такую возможность Если они будут в наличии В ближайшее время Может быть В следующем заказе Положу еще одну или две блесенки Классика Удлиненные Для ловли В, скажем так Поверхностном слое Сейчас, секундочку Не, в принципе Прикольно Мне нравится То, что будет ловить Но при определенных условиях Даже, может быть Очень хорошо ловить Вот Вроде бы на этом у меня Пока все Еще раз скажу То, что в следующие выходные Собираюсь за форелью Так что Скорее всего Ждите оттуда ролик Может быть Даже увидите Эти приманки в деле Ну, а на этом Ай Разрешите откладиться С вами был Сахалинец Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok